Реконструкция школьных стадионов проходит в рамках программы, инициированной городским головой Валерием Хмельнюком. Укладку тартанового покрытия на стадионе школы номер 6 выполняло предприятие «Ривень» из города Киева. Технологически достаточно сложная работа была выполнена за 10 дней. Они работают по немецкой технологии, имеют договор и лицензию от немецких фирм, которые непосредственно разработают технологию укладки тартанового покрытия. Стоимость тартанового покрытия здесь 703 тысячи гривен. Они отнеслись добросовестно, даже уложили тартановое покрытие без аванса, начали укладывать его без авансирования строительных работ, используя собственные средства, так как выполнили полностью свои договорные обязательства. Тартановое покрытие беговых дорожек имеет ряд преимуществ, не последним из которых является возможность проводить здесь спортивные мероприятия более высокого уровня. Это покрытие естественно не сравнимо с теми асфальтовыми дорожками, которые были до этого. Для занятий физкультурой, спортом естественно удобнее заниматься на данном покрытии. Естественно, что уровень принимаемых команд будет расти, будут приезжать, я так надеюсь, не только с Украины, но и с других стран СНГ и ближнего зарубежья. Тартановое покрытие, прежде всего, это безопасность детей. Это не асфальт, потому что ребенок, когда падает на асфальт, он корябается, получает травму. Тартановое покрытие, оно мягкое, оно смягчает удар, если будем говорить точно. Во-первых. А во-вторых, оно хорошо кармарирует со спортом. Она не скользкая, мягкая. Человек, бегая по этому покрытию, получает огромное удовольствие. Новые современные школьные стадионы должны стать центрами физического воспитания не только школьников, но и жителей прилегающих микрорайонов. Поставлена также задача использовать школьную инфраструктуру для занятия спортом для жителей каждого микрорайона, где находится школа. Эту задачу мы успешно будем реализовать вместо с отделом по делам семьи, молодежи и спорта. Непосредственно они этим вопросом будут также заниматься, используя материальную базу стадионов. Дело в том, что просто так зайти и заниматься очень сложно. Жители должны на каких-то определенных условиях, либо создается группа, которой руководит инструктор от отдела по делам семьи, молодежи и спорта, либо если это команда, общественная организация, то она укладывает договор опять-таки с отделом по делам семьи, молодежи и спорта. Главное же, собираясь побегать по тартану, не забывать взять с собой смену спортивную обувь, так как высокотехнологическое покрытие требует к себе и соответствующего бережного отношения.